Здравствуйте! С вами вновь Ермолина Татьяна. И в этом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе на май 2020 года. У нас наступает последний весенний месяц, и мы вправе ожидать каких-то серьезных перемен от этого периода, потому что много астрологических событий происходит в это время, а это может в свою очередь дать возможность нам что-то поменять в жизни, или обстоятельства жизненные будут так меняться, что нам придется жить в какой-то своей другой жизненной реальности с этого момента. О чем я? О том, что я уже анонсировала эти события в своем недельном прогнозе, и еще раз напомню. Итак, у нас три планеты переходят в ретродвижение. Это Сатурн, Юпитер и Венера. Они, кстати, переходят все на одной и той же неделе, и Сатурн будет переходить в ретроградное движение во втором градусе Водолея 11 мая. Юпитер 14 мая будет переходить в ретроградное движение в знаке Козерога в 28 градусе, и Венера будет переходить в знаки Близнецов в ретроградное движение 13 мая. Если мы видим с вами ретро-положение планет на этой неделе, значит, можно точно утверждать, что все они уже с начала мая стационарны. То есть у них есть определенный нюанс в их воздействии на нас. Стационарность — это такое состояние планеты, ну, по крайней мере, для земного наблюдателя. То есть так мы видим эту планету, как будто бы она застыла в одной точке. Это характерно сейчас и для Юпитера, и для Сатурна, и для Венеры. А это говорит ровно о том, что, значит, у качества этих планет в нашей жизни будут... Тот функционал, за который они отвечают в нашей жизни, будет подвергнут какой-то перестройке и, скорее всего, каким-то изменениям. Эти изменения, они будут связаны с замедлением тех процессов, за которые отвечает Сатурн, Юпитер и Венера в нашей жизни. За что она отвечает ровно в вашей судьбе, я не могу сказать. Потому что, потому что я не использую никогда солнечный гороскоп. Я уверена, что как бы не составляет труда большинству из нас сделать карту рождения в любом астропроцессоре, находящемся в интернете, и бесплатно в астропроцессоре, и посмотреть, в каком доме находятся вот эти вот стационарные планеты сейчас, транзитные стационарные планеты. Поэтому я не рассказываю о том, что для овнов это там какой-то там какой-то дом, для тельцов такой-то дом и так далее. Я не использую действительно вот эти солнечные гороскопы, потому что, ну, я считаю, что это некачественный прогноз. Таким образом получается, 1,12 населения планеты не может быть под воздействием солнечного гороскопа. Не будет нюансов. Да, какие-то вещи будут, но, в принципе, всегда знаки зодиака я смотрю просто по поведению их управителя. То есть, если я хочу понять, что будет у овна, я смотрю Марс. Если я хочу понять, что будет у льва, я смотрю Солнце. Вот, если я хочу понять, что будет там в этом месяце или на этой неделе у Девы, я смотрю Меркурий. И понятно, что возникают уже нюансы, в каком знаке Меркурий и как он соотносится со знаком Девы. То есть, это уже такой, ну, как бы, более многоуровневый прогноз. Тем не менее, это рабочий прогноз, в отличие, как мне кажется, от солнечного гороскопа, который используют многие, многие авторы, когда делают прогнозы для различных знаков. Ну, пока что я прогноз для различных знаков вот не буду говорить, расскажу общий. Тем не менее, я хочу сказать, что для нас, для всех эта история про то, что у нас все-таки почти весь май имеет какую-то такую тенденцию к застреванию событий, ситуаций. Очень много вопросов, которые мы не успели решить по каким-то причинам до этого, уже, скорее всего, не решатся. Особенно, если они связаны с нашей социальной активностью, потому что и Сатурн, и Юпитер имеют отношение к каким-то социальным событиям в жизни человека, к его профессиональной реализации, к его новым проектам, которые должен социум или поддержать, или, может быть, никак не среагировать, или наоборот, каким-то образом раскритиковать эти проекты. Если мы говорим про Венеру, это вопросы денег и вопросы наших предпочтений, вопросы наших симпатий. Поэтому любовная тема, тема создания каких-то партнерских отношений, даже если они профессиональные, все равно они всегда требуют венерианского тоже вмешательства. Вот особенно в первой половине месяца будут под большим вопросом, будет вообще сложно что-то здесь, какой-то прогресс нащупать. Ну и, конечно, любовная тема станет достаточно непростой. Она может внести какую-то такую отсылку к прошлому. Могут прийти в нашу жизнь люди, которых мы уже и не ожидали увидеть. Здесь могут возникнуть прошлые чувства или нам покажется, что вот этот роман, который сейчас зародился или который сейчас развивается на новом этапе, он очень сильно похож на то, что мы переживали в прошлом. И вот этот человек, он прям напоминает нам вот того партнера из прошлой жизни, ну, из прошлого времени, да. То есть Венера отдает вот подобные ситуации, когда она переходит в ретро-движение. Тем не менее, конечно, на стационарности сложно говорить о том, что если вы в период стационарности, то есть период с 3 мая где-то по примерно 20-е, познакомьтесь с человеком, сложно говорить о том, что это будут отношения длительные. И сложно говорить о том, что эти отношения вообще-то будут иметь развитие, потому что все-таки такая история про Венеру, это все-таки история про то, что да, у нас могут возникнуть эмоции, да, у нас могут возникнуть интерес, но какие-то непредвиденные обстоятельства жизненные нам не дадут быть в отношениях с этим человеком. Вот, скорее всего, к этому стоит готовиться. Тем более, что Венера ретроградит в таком знаке, к которому не особо близко, ну, вот, какая-то такая стабильность, спокойствие, безопасность, что, например, характерно там для той же Венеры в Тельце, да, вот ее сильное ночное положение. Венера в Близнецах – это Венера, которая ищет разнообразие, она ищет интеллектуального какого-то толчка, интеллектуальной динамики во взаимоотношениях. И, собственно говоря, как бы вот, вот есть ли база у этих отношений, насколько они будут длительными и насколько они будут стабильными, это не так важно для Венеры в Близнецах. Это не значит, что все люди, у которых Венера в Близнецах, именно исходят вот из такого принципа, что главное, чтобы было кайфово, интересно, задорно, а как бы будем вместе, не будем вместе, все равно. Нет, безусловно, нет. Во-первых, у нас есть такая социальная картинка, да, то есть на нас наложены эти социальные фильтры, и мы все равно хотим быть в отношениях. Во-вторых, у нас есть все-таки еще и показатели другие в карте рождения, которые говорят о наших истинных мотивах в той же там, в той же брачной сфере, это тот же управитель там седьмого дома или планеты седьмого дома, да. У нас есть в конечном итоге наш творческий центр, наш ценностный ориентир это солнце, и оно может войти в противоречие с такой легковесной Венерой. Ну и в целом я считаю, что Венера в Близнецах совершенно не о том, что человек не может никак приземлиться и переходит из романа в роман, потому что ему перестает быть интересно с одним человеком, и его увлекает бесконечный разговор с другим. Но просто здесь есть такой нюанс, что сейчас для нас станет принципиально важным красноречие нашего партнера, и умение нас самих достаточно распространенно доносить информацию о наших эмоциях. И такая Венера, тем более в ретрофазе, она дает нам возможность получить этот навык, или даже получить это как потребность говорить о своих чувствах. Я знаю массу людей, которые считают, что о своих чувствах говорить не стоит, потому что это пустая трата времени, и это даже какой-то табу, потому что это табу было наложено чуть ли не их родителями, а чувства говорить не надо, надо делать или надо переживать это все внутри. Вот такая Венера в таком достаточно красноречивом, любящем просто создавать вот этот информационный поток знаки, она нас будет обращать к этому опыту. И если он нам тем более не знаком, она будет вынуждать нас за счет каких-то внешних обстоятельств, внутренних побуждений, вынуждать нас, ну в хорошем смысле этого слова, у Венеры нет функции принуждения, агрессии, насилия. Это планета, которая умеет уговорить, она нас уговорит говорить о своих чувствах, поэтому готовьтесь к тому, что может быть кто-то вам будет изливать их, и готовьтесь к обратному процессу, к тому, что вы будете нуждаться в том, чтобы кому-то что-то сказать о своих чувствах. Ну, кстати, прошлые романы, недосказанность, если прошлые романы возвращают, значит, есть какая-то недосказанность, значит, что-то точку еще, наверное, не поставили люди, да, была там точка с запятой, вероятно, просто тогда подумалось, что это точка. Это вот как раз про то, что, да, недосказали, но накопили, что сказать, и теперь надо высказаться. Интересно, посмотрим, как это будет в жизни проигрываться на самом деле. Ну, про Сатурн и Юпитер я сказала, конечно, они вот, переходя каждый в своем положении в ретродвижение и будучи стационарными в то же время, да, то есть это вот когда вот они застыли, дают проблематику, связанную с нашей социальной активностью. У нас и так достаточно, ну, сейчас это все упразднено, наша социальная активность, да, очень вот эти все сдерживающие, ограничивающие факторы, которые случились на фоне пандемии, они привели к тому, что мы и так в стационарном таком состоянии находимся, но планеты добавят. Поэтому в целом я и считаю, что, ну, не будет никаких серьезных изменений в нашем жизненном укладе по отношению к апрелю в мае. Может быть, будут какие-то послабления, но они не очень мощными, скорее всего, будут являться, потому что все равно вот эта статика в социуме, она будет наблюдаться. Может человек просто привыкнуть сидеть дома, иметь меньше обязательств, жить в каком-то более спокойном ритме жизни, и включаться тогда будет тяжелее. То есть вот на таких, например, если сейчас нас снимут какие-то ограничения, да, и нам скажут, идите гуляйте, идите работайте, в общем, все, возвращаемся к прежней жизни, то нам на таких показателях будет очень сложно себя раскачать на привычный ритм жизни. То есть май в этом смысле будет проблематичным. Ну, и это стоит не только на себя вот экстраполировать, это также стоит еще и проецировать на как бы наше окружение, особенно если вы в каких-то проектных работах находитесь, да, и вы понимаете, что у вас какой-то тайминг есть и дедлайн, то вот знаете как, на май стоит учитывать этот момент, момент долгой раскачки, долгого включения, особенно там до 20 мая. И поэтому не жалеть сроков, то есть их, если можно все-таки там оставлять какой-то коридор, в котором вот должна быть эта часть процесса выполнена. Что еще тут интересного, я вижу в этом месяце Меркурия у нас на самом высоком ходу, находится у него в этом месяце, кстати, и верхнее соединение, то есть директное, да, когда в целом он имеет самую высокую скорость, и будучи на таких скоростях, он переходит два раза в новый знак. Вот первый раз в знак Тельца в самом начале, в конце апреля он перейдет, потом он перейдет в знак Близнецов, это его положение сильное 12 апреля, и 28 мая будет его переход в знак Рака. Так что мы с вами проживем три знака, три знака за май у Меркурия, да, а это говорит о том, что сменится информационное поле, наше восприятие информации, да, наша специфика анализа этой информации и специфика ее передачи. На это тоже стоит обратить внимание, потому что вот первая часть, например, вплоть до 12 апреля, она как раз-таки самая такая наименее интенсивная информационная волна будет идти, а самая яркая информационная волна нас ждет с 12 по 28 мая, когда мы будем проживать с вами Меркурий в Близнецах, его сильное положение. Опять-таки не забываем, что я уже, описывая Близнецов, говорила о том, что это квинтэссенция, значит, создание контента всякого разного, осмысленного и не очень, поэтому как бы с окончанием и началом более-менее логическим и без его отсутствия. Так что вот здесь у нас поток информации будет огромный. Ну, как это использовать? Вот как это использовать в нашей жизни, да? То есть, например, нам нужно работать с большим количеством информации, когда легче всего наша голова будет обрабатывать ее. Вот в этот промежуток с 12 мая по 28 мая, да? То есть дальше там уже в недельных прогнозах я буду говорить о нюансах поведения Меркурия за счет его взаимодействия с другими планетами, и можно будет отслеживать, когда, в какие дни в этот период лучше всего работать с большим потоком информации. Это про обучение, да? Это про, может быть, про включение в какой-то новый проект, освоение какого-то нового знания. Даже если это не обучение, но иногда просто нужно во что-то включиться, в какую-то новую историю, перелопатить массу чего-то для того, чтобы найти это зерно, на котором выстраивается какая-то ваша проектная работа, вот это все лучше делать вот в это время. А, кстати, вот в период с 27 апреля по 12 мая, когда Меркурий находится в Тельце, лучше прицельно работать с информацией, которую вы хорошо знаете, потому что в это время наша голова прекрасно обрабатывает то, что она и до этого умела обрабатывать, может быть, скажем так, закреплять что-то. Хорошо в это время именно учить наизусть какие-то вещи, да? Вот если нужно, ну это, наверное, больше к тем, кто учится, особенно, наверное, к нашим гастродальным школьникам и студентам, которые вот сейчас будут в новых условиях там сдавать свои срезы знаний. Вот это время хорошее для такого обучения. Наверное, еще стоит упомянуть, да не наверное, а это важный фактор, то, что у нас лунные узлы переходят в новые для себя ось, ось-стрелец-близнецы. С 5 мая они будут осуществлять этот переход, то есть 5 мая они уже попадут в самые последние градусы этой оси. Я напомню, что они всегда идут против движения всех планет, поэтому они начинают свое движение с конца знаков и заканчивают свое движение в начале знаков. 5 мая они перейдут в знак на ось-близнецы-стрелец, а закончат они свое движение 18 января 2021 года. Важное событие все-таки это, да, потому что около двух лет они, находясь на одной оси, они так или иначе какой-то тренд, какую-то тенденцию социального характера создают. Вот, например, находясь на оси рак-озерог, мы заметили, что случилось, да, случилась сепарация. Случилась сепарация с одной стороны, а с другой, да, под конец, но тем не менее, но ты как, начало и конец вот этой ингрессии, и выход, ингрессия это вход в какой-то знак, да, и выход из этого знака, это всегда критические моменты для любого небесного тела или для любой фиктивной точки. Поэтому, да, вот в критический период нахождения лунных узлов на оси рак-озерог, мы с вами увидели, что такое козерог, и мы с вами увидели, что такое рак, да. Козерог это изоляция, это стагнация полная, это полная кристаллизация всех процессов за счет карантинных мер, которые ввело половина государства, да, ну, то есть полмира засело дома, а рак это про объединение, про семейственность, и, собственно говоря, понимаете, ну, если мы жили в семьях, понятно, что мы все куда-то бежали, куда-то стремились, мы всегда были на дистанции, нас всегда вот эта скорость жизни и сам уклад жизни сепарировал друг от друга, и, то есть разделял. А сейчас вдруг мы объединились под одной крышей, и, возможно, мы узнали человека совершенно другой стороны, и, возможно, мы, наконец, с ним хорошо познакомились, так близко, как мы его не знали там со времен нашего романа с ним, да. Я уверена, что у большинства из нас какие-то открытия о другом человеке появились, надеюсь, они были приятными и продолжаются тоже. Но это и в общемировом масштабе, потому что, ну, такие кармические узлы, это все-таки про развитие нашего социума, куда он идет, это и в общемировом масштабе показало то, что без какой-то общей, без какой-то общего решения, без какого-то общего видения, собственно говоря, мир не спасти. И это про рачу тему, тему объединения, тему большой семьи. Теперь мы на оси близнецы-стрелец, и это совсем другая история. По стрельцу мы, конечно, будем иметь какие-то плюс-минус деструктивные процессы, но они как раз будут приводить к тем процессам позитивным, которые нам дают близнецы. Стрелец – это знак авантюристов, это знак путешественников, это знак первооткрывателей, таких первопроходцев. Всегда стрельца, когда говорят про стрельца, появляется вот эта вот такая картинка про людей, которые открывали новые земли. Помните, был целый период таких вот великих географических открытий. И он чисто символически шел, конечно, под стрельцом. Так вот, это про наши новые открытия, про нашу новую идеологию, которая наверняка возникнет в процессе того, что мы пережили на оси, когда лунные узлы были на оси рак-козерог. И эта идеология, она, конечно, какая-то достаточно будет персонализированная. Она будет человека от человека чем-то отличать и отделять. Но потребность в том, чтобы постоянно обмениваться информацией об этой идеологии, постоянно друг друга чем-то опылять, вот я имею в виду с информационной точки зрения, она нас объединит. Потому что без этого мы не сможем жить. Это под угрозу ставит наша персональная безопасность. Если мы не поделимся информацией, то мы окажемся в какой-то рискованной ситуации. Вот это мы будем с вами наблюдать в ближайшие пару лет, когда лунные узлы перейдут на вот эту ось стрелец-близнецы. Надеюсь, что об этой оси я еще смогу записать видео. Вот видите, я постепенно как бы прихожу в такую норму, хотя я еще на реабилитационном периоде, и он будет еще достаточно долго. Но надеюсь, что мне просто физических сил и временного ресурса будет хватать на то, чтобы вас информировать обо всем. Я не скажу, пожалуй, вот такую полную информацию сейчас не дам про новолуние и полнолуние, которые произойдет. Полнолуние 7 мая, а новолуние 22 мая, но к ним еще вернусь. Тут важный фактор, что мы постепенно подходим к затмениям. Знаете, вот они были. Вот я помню их, и на них, собственно говоря, тоже у меня произошли мощнейшие перемены со здоровьем. Это были затмения декабрь-январь. Но время так быстро идет, и вот такие существенные, мощные перемены в социуме, в котором мы проживаем, они, наверное, его еще больше сжали это время. И мы опять с вами уже на пороге новых затмений. И те, то новолуние и полнолуние, которые будут сейчас происходить, они же будут в преддверии июньского, июльских затмений. Поэтому я им уделю особое внимание в прогнозах, которые будут недельными. Я поговорю о них, посмотрю их резонанс с затмениями, которые будут происходить у нас летом, с наступлением лета. Ну вот такая вот ситуация нас ждет в этом месяце. Мне кажется, май будет, знаете, с одной стороны, ощущение, что ничего не происходит, а с другой стороны, какой-то внутренний тремор будет подталкивать каждого из нас к каким-то решениям и даже к каким-то действиям, которые, скорее всего, реализуются больше в конце месяца, по крайней мере, во второй его половине. Ну и я в связи с этим нам желаю, конечно, здоровья, в первую очередь, чтобы никакая нас беда и никакая болячка не коснулась, ни нас, ни наших близких. И, конечно, я желаю нам терпения и здравомыслия, потому что мы живем во времена перемен. А как говорят, как говорили древние китайцы, да, чтобы тебе жить во времена перемен, они обращались к своим недругам в это время. Да, мы живем в непростое время, и оно требует от нас каких-то, каких-то, извините, новых ресурсов и мощностей. Мы в себе их постепенно открываем. Небесные тела нам в этом помогают. Они дают нам новый опыт, они дают нам новые задачи, они ставят в нас в некомфортные условия, когда нам приходится взбивать молоко в сливки. Я надеюсь, что мы к этому опыту отнесемся с должным уважением и с оптимизмом. До встречи, до встречи в моих новых прогнозах.